ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Значит, перед тем, как отправимся смотреть, что же там за супер-вампир такой тут завелся, надо шепнуть, передать птицам, что вы готовы встретиться с Ригисом. Блядь, этот Ригис задолбал. Почему Ведьмак теперь ведется как Бэтмен из последней части? Почему он постоянно перед кем-то должен отчитываться здесь? В комментах правильно кто-то заметил у княгини у какой-то на побегушке, за какой-то, блядь, сарай и винодельню, которая ему нахрен не нужна. Ригису, что я буду ждать его на пристани у дворца. Пожалуйста. Он чувствует себя идиотом, я просто вижу, что он чувствует себя идиотом. О, ну хоть, блядь, телепорт встроили, слава богу. Может мы с ним вместе к древнему, к скрытому вампиру пойдем? Блядь, это вампирская иерархия, такое ощущение, что они ее на ходу выдумывали. Какие-то высшие вампиры, а выше в вышних вампиров есть скрытный вампир, а над скрытным вампиром там, наверное, вообще, блядь, вампирская дума и вампирский президент, блядь. Не знаю, как-то, как-то это все очень странно. А че ж скрытный вампир, блядь, не выходит и не говорит, эй, ребята, мы вампиры, мы должны, блядь, втайне находиться, нахуя вы напали на город? Нет, он сидит там все в пещере и дальше сидит. Чем он, чем он руководит, чем он заведует, что это, блядь? Не, я надеюсь, игра сейчас все это объяснит, потому что вопросов у меня просто масса. Он че, зиганул сейчас только что? Как-то вампирская зига, блядь. Как прошла встреча с Арианной? Ну? Плохо. Она все-таки не сказала, где искать скрытого. Сказала. А еще продемонстрировала любовь к детской крови. Признаюсь, до меня доходили сплетни, но я не принимал их на веру. Не хочу об этом говорить. Ариана говорила, что этим приютом воняет повсюду сладостный запах. Я совершенно готов, но... Но Регис слышал только слухи. Ты бы предпочел освободить Сиану ради Детлофа. Ради вас обоих. Хватит, Регис. В том, что произошло в приюте, виноват Детлоф. По городу текут реки крови, и это тоже его работа. И ты боишься, что кто-то оскорбит его чувства? Я не шутил, когда говорил, что встреча со скрытым... А, блядь, контакт. Господи, да почему я его не закрыл? Мой близкий друг. Вполне естественно, что я бы не хотел, чтобы ты напрасно рисковал жизнью. Ведь у нас есть и другой выбор. Куда более разумный. Ты за мою жизнь-то не волнуйся, я сохраняюсь на каждом шагу. И здесь, главное, в очередной раз тебе предлагают сказать, ладно, будь по-твоему, хрен с ним с Детлофом, пойдем за Сианой. Я вот не знаю, тут, походу, можно восьмеркой пройти, да? То есть сначала выбрать один путь, потом перейти на другой, либо выбрать другой, потом вернуться на этот, либо сразу напрямую. То есть напрямую по тому пути, либо по этому. Сказывается ли это развилка каким-то образом, я не знаю. Но я уже нацелился убить Детлофа, потом отдельно запишу другую концовку, но в этой Детлофа я хочу замочить. Я ведьма, Крегис. Я не заключаю договоров с чудовищами, я их убиваю. О риске мне думать не приходится. Что ж, я понял. Больше не буду к этому возвращаться. Благодарю. Наконец-то. Пора собираться. Слушай, я поплыву до места на лодке. Ты со мной? Или превратишься в туманное облачко? В этом облике я не мог бы говорить, а поговорить, как ты знаешь, я люблю. Да. Ну не о Детлофе, надеюсь. Пошли. Пошли. Поплыли. По-моему, он развернулся и пошел в другую сторону от лодки. О боже. Ну почему не репортаться? Ты знаешь что-нибудь об этом скрытым? Только то, что он не любит гостей. Особенно непрошенных. Отлично. Есть план, как его задоблить? Хм. Обычно перед скрытыми кладут в Даркарин, символизирующий мир. Но такой можно найти только в Хоакланде. У тебя его нет? Нет. Так что вся надежда на мое личное обаяние. Откуда у скрытого такое отвращение к посетителям? Кто-то вошел к нему в пещеру и не вытер ноги? Тут все несколько сложнее. Говори помедленнее и без трудных слов. Может я пойму. Я не сомневаюсь в твоем интеллекте, только... Сложно это объяснить человеку. Этот мир для нас чужой. Неприятный. Враждебный. Скрытый делает все возможное. Я пойду вперед. На разведку. Блядь, я думал они такое расстояние рассчитали, чтобы он успел выпиздить все, что хочет сказать. Но нет. Короче, понятно. Он вампир у нас хороший, он такой у нас один. Мы ворвемся всей бригадой и пизды ему дадим. А это что такое? О, вместо силы, да ладно. Что, серьезно что-то? Вот это халява. Как тут причалить-то? Ялик свой припарковать. Геральт, сюда. Нет, нихуя не туда. Да, ёпта. Да, ёпта. Подожди ты. Жри Ригис нахуй. Сейчас пойдем. Ой, ты, блядь. Медальон дрожит. Это место силы. Капитан, блядь, очевидность. Давай. Черпай силушку. Силушку богатырскую. Очко умений. Так. Ай, блядь, умения, ёпта. Так, это у нас еще атака по успешной контратаке. Назвестит резюм. Ага. А это два из двух всего лишь. Давай, Редина. Может использовать ключ Ариана? Может нажать F5 для начала? Да, видно, что здесь стена выделяется. Именем закона. И хорошо, а то через эти ворота я бы не пробрался даже. Чего нам внутри ожидать? Вампир? Очень смешно. Нас будут бить, возможно, ногами. Сейчас мы встретим, наверное, этого чувака из фильма Другой мир, который... Как его там... А... Ну... А он еще сыграл этого, блядь. Короче, в жопу. Пересмотрите Другой мир, поймите. Старый такой. С трубками, с подключенными. Чего он тут делает в этой пещере? Ни телевизора, ни радио, ничего. Он тут что? Медитирует в вечной спячке или что? Или он там в шар какой-то, в магический пялец едет? Ригис, а ты как? С плаванием-то справишься? Нет. Видимо, Ригис предпочитает телепорты. Чего, нам, наверное, сюда. А вот тут какой-то зал. Ну, давай, ты ебжишь. Ну, че ты такой инвалид-то, ну? Доставай мой мокрый факел, который никогда не гаснет. Так. Ну, что ж, мы на месте почти уже. Вот и свет появился. Так. Ну, блядь, а ты откуда вырулил? Интересно, а скрытый вампир, он же, ну, он командует вампирами поменьше. Получается, он Регису может приказать на меня напасть? Может, Регису грохнуть для верности на входе так? Заветная кнопочка. Блядь, ровно за один шаг до катсцены сохранился. Ну, просто вот у меня ведьма чуть-чуть. Жопой почувствует... Жопой почувствует... Я ничего не слышу. Ни крыс, ни летучих мышей. Капюшон снили. Я говорил, он не любит гостей. Какой-то опиздал просто сидеть в пещере, гостей не любит, блядь. Чё он там делает? Хоть бы тёлка, хоть бы тёлка, хоть бы тёлка, хоть бы тёлка. Тёлка. Да, блядь, не тёлка. Ну, страшный дед, я так и думал. Спурэнни верес на контранас. А вилеклево регис. Эту... Мегуста ведьмак Геральдо. Сэ-ат-лат. Опа. Переговоры зашли в тупик. Хуя он телепортнулся. Ни шагу дальше. Не хотелось бы причинять вред. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ценишь мой юмор, да? А чё с Регисом? Радикулит прострелил. а у меня там черная кровь выпита наслаждайся ублюдок семён семёныч дайте барака ёбаная мечи мои драгоценные что я выбрал неправильный неправильный ответ найдите лечебный эликсир нужен целебный эликсир за клубничкой что-то потерял надо все собрать клубника хиляйся ну давай лохопед меч у меня меч то из катомунси из их этой вампирской мекки у меня вообще за свой арбалет у меня забрал вот шлюхи на дочь а на нахуй равекса блин давай зарядим этот можно и в потьмах и не найти еще зелья куда-то улетели ведьмачьего чуть я нет вот я вижу что то нет это камень а вот мой арбалет светится так сука падла мразь говно разма нахуй бы сейчас мы бля разберемся ебты кто из нас кто из нас в итоге пиздой окажется трахнуть меня хотел сейчас я тебе блять сам по выебу потом блять с мамкой твоей обслужу твое поведение блять обязательно демон так а что у меня стояла и волга блять великолепная сука если у меня аптечку не вернет я бля его батю вот она повезло ему теперь только только мамка ответит нихуя такой подс вообще дерзок блять проще было дедлофа убить а теперь еще сначала эту гниду убивать придется я чё-то не понимаю геральт чё-то неправильно чё там замутил чё сейчас то сделать выпить ласточку именно ласточку надо может сделать ласточку выделали на физкультуре ласточку никогда не понимал понта этого ябландского упражнения но чё ты ай камон прошли сутки тебя еще не хватало даже если я отсюда выберусь скрытый меня убьет если только я найти способ уговорить скрытного блять а в рот ему не подписать давай драться ему мы будем биться биться за честь кэр морхина кстати а почему интересно поляки не хотят сделать еще одну часть про ведьмака который расскажет как геральт обучался ну то есть древние монеты с дыркой то есть ну были же помните сериал сначала геракл потом приключение молодого геракла вот почему не сделать игру про молодого геральта кого первые подвиги про самые первые об этом нету книги но я думаю сапковский не особо против будет если ему денег дать эти писатели вообще походу не особо принципиальные ребята это видно по джорджу мартину я не сумею туда забрать водопад течет в обратную сторону ведь не вот этот другой а и вода течет по потолку то что меня укусил вампир я же теперь тоже вампир фон ведь водопад течет обратно не пугайся дорогая у меня на шее кровь это уже был здесь до меня что со мною я не знаю подпевайте чуваки ты мне буду так 10 минут после прибытия телепортация удалась я оказался в пещерах вместе с большей частью оборудования важнее всего что мегаскоп в идеальном состоянии так что связь с бан ардом возможно нужно только разместить его в правильном месте 30 минут после прибытия и я уже наблюдал значительное количество гравитационных аномалий это говорит о том что саркофаг где-то рядом исполнитель желаний где-то здесь ладно ладно что сарель диггер лун был прав границы между сферами здесь крайне тонка дальнейшие опыты должны позволить мне определить какой из путей в наш мир действительно доступен один час после прибытия я еще не увидел ни единого вампира но слышали голоса собираюсь осмотреть нужно быть осторожнее сна что с ним стало следы но еще и с ним стало до кого отпечатались от мудохали наверно пацана это честным стало вряд ли он от такого вампира своей волшебной палочкой отмахался вообще не вариант резок просто как как понос после блять соленых огурцов с молоком может купим вампира древними монетами ох ты ебаный насрал там еще вампира что что это такое это горбатая хуета на всякий случай ничего не понял на всякий случай подрачил кто-то написал в комментах кровь кровь люблю я кровь 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 ну вампиры трупоеды гниды твари пидорас ты давай про про то флендер ох ты блять ох ты блять началось началось пацан началось что это началось что ох ты ебаный розовые вампиры я напал на вампирских лесбух на лесбийствующих вампиров либо на вампирствующих звук и от пидоры сбили в бестиарии про него ничего не написано но вообще-то над головой у них было название но для игрока геральт его ясное дело не видит так все это последние шаги видимо дальше он уже все не пошел он дальше что 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 странное устройство тут видимо обвалы были следы немножко завалило вот бы найти еще что-нибудь типа черного доспеха вампирского можете себя был а имя 99 картошек я умен напиздил картохи тому бабушки то теперь если повесить меч на варениках можно неплохо отхиливаться сейчас ближайшее время мне стальной меч не понадобится так понимаю но больше экшена камон нападайте рисунок вампира прикиньте такие следы следы короче и в уголке короче какашки окаменевшие надпись такая вампиры пидорасы и дальше и дальше следы 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 странная драгоценность сейчас видимо о ёб твою мать понятно сейчас видимо мне все вот это пригодятся странные устройства странные мегаскоп сломаны чинить не буду записки книжки два часа после прибытия запустить мегаскоп не удалось вероятнее всего я слишком глубоко под землей чтобы установить связь с банардом не нужно предпринять попытку договориться с высшими вампирами без дальнейших консультаций нужно торопиться договорил за ручей течет вверх до кто-то смотрел фильм начала разработчики жесткая жесть ну чё и вставай вставай да иди все нормально ну с разбегу это радикально а если там стена невидимая о а камера чё кверх ногами будет нет перевернулся нормалек ну кто кто в прей играл кто в прей играл тот такого не боится вы видели тоже что и я да здравствует отсылка к брэму стокеру пизда ускос сопротивление сопротивление ебать убийство пройдем стране . жизнь но видимо мы сейчас все то же самое найдет только красного цвета легкому доспеха соответствует ничего себе но я не буду носить тяжелый потому что у меня геральт заточен налил на воздушную легкость на лестнице злейшие враги ведьмака не недавно кто-то писал в комментах что есть способ получить этот красный доспех прямо в начале игры он показывал видос где чувак вот первые диалоги в таверне где люди барона нападают он там уже в этом красном доспехе ну что характерно что надо делать он не сказал так черной крови у меня нет отечет на ту сторону может и меня перенесет хорошо ублюдок давай заточил заточил мечагу она что-то на вампирах быстро по моему точится как а вот и видимо и чародей переговоры провалились может это что-то объяснить жан декан марцеллиус ясно дал мне понять что будучи специалистом по эпохе сопряжения сферы должен оказать тебе всяческую помощь подготовки запланированного экспедиции начну пожалуй с передупреждения это чистое безумие даже если допустить что ты переживешь телепортацию открывать стабильный портал в нескольких десятков метров под землей как ты понимаешь рискованно сразу же после этого тебя разорвут на куски нас несколько насколько вампирус пидораус туз существа разумные с развитым понятий на аналитическим аппаратом нас только другие виды отвергают большинство попыток снять контакт если же ты все-таки предстанешь перед так называемым скрытом немедленно сделать следующее переклони колени скажи слова приветствия на их языке эклхи лаутни ама затем положи на землю кристалл халл блять хуйню какую-то орга боже ёбаный насрал да что такое-то ладно я принимаю вызов хакланского арагонита ёпта съешь разработчик в качестве подарка хакландан ского разграблять хаклан сука хакланд ского органи хакландский органит хакландские органиты курорты вампирских подземелий качестве тогда и и только тогда появится шанс что тебя выслушают но во имя богов говори быстро и по делу йохин брант хакландский органит подарок для скрытого подарок для скрытого он пригодился хакландский органит ха сука твою мать нас не проведешь мой хакландский органит кантанта кантата кантата блять нихуя 671 урона до кантата заебись но хакландский органит это похоже так где этот вампирус о хакландский органит смотрите лутай подарок для скрытого если дать это скрытым он меня не убьет собрал ему надо дать и хакландский органит себе 100 я помню как блять наши сильнейшие юмористы страны угорали над названием вулкана и их я дала и кудыль типа ой как сложно его выгореть а вы хакландский органитами попробуйте прочитать вершины ты сказал уже переходит на сторону где гравитация меняется если раскрошить основу и верхушки отрываются и переходят я понял я понял это целью ого-го-го-го что-то я сломал если раскрошить основу верхушки отрываются нифига круто главное не выронить что правильно хакландский органит хакландский органит золот залог успеха у женщин многие спрашивают меня как в мои годы я умудряюсь иметь по 10 женщин неделю хакландский органит нет чуваки я кстати смотрите вы можете еще застолбить это название о хакландские органиты сука хотели меня блять хакландским органитом осталось чтобы скрытый согласился разговаривать провести блять это вам не логопедические эти там на дрове трава на траве дура ра блять хакландский органит дожди на дворе трава на траве дрова не ведра слава богу слава богу я еще владею этим какие там слова приветствия были нет не хакландский органит там что-то другое ладно я ему не принес хакландский органит а чё он этого деда то блять скрючил сказал геральт не открывая рта нихуя он спиздорезнул мой органит ты выжил с трудом ты не нападаешь значит ты меня выслушаешь возможно говори хакландский органит пещера откуда я пришел что это за место что-то сделал с ригисом блять много текста чувак сказали же по делу он я знаю кто ты знаешь что нахуел не он натравил низших вампиров на город я должен восстановить а я нет отлично рад был повидаться да не я пошел а ты не забудь засунуть себе в жопу хакландский органит сука я благодарю тебя за помощь блять еще один и хакландский органит ему нести в жопу пошел рано или поздно дедлов доставит тебе неприятности русские изобретут ядерную ракету и пришлют тебе посылку как так же как раньше хагмар люди в конце концов его достанут через год может через два может через десять но они найдут способ и тогда они начнут искать остальных вампиров и в конце концов доберутся до тебя придет да придет ван хельсинг но твоему покою придет конец сюда будут ходить всякие странствующие рыцари чародей один уже телепортировался сюда значит будут и другие можешь быть уверен ты убьешь они потом затопят эти пещеры или притащат взрывников из махакама и разнесут все в дребезги нет это место должно быть в безопасности врата борода ригис братан надо было заколоха как блять все я забыл сука с органитом от был сходить ригис что вы собираетесь делать но бы хоть пивка ему принести он сидит этой пещере бля мается деплов должен умереть я не убиваю свои да мы сами его грохну просим только чтобы ты его вызвал мы остальное сделаем мы если ты его выпьешь то буду проклят я знаю несмотря на это я прошу вызови куда кем проклят с хам мутно отправляйтесь туда когда я вас услышу я верю дает лаву прибыть а если он тени послушает благодарю прочь регис это не так работает у тебя махакамский органи должен был быть в руке калаха монанский надо было ему под залупный эбонит подарить или промежбульный простатит и блять надо блейда сюда прислать мечом ну его нахуй чё за дерзкий вампир блин еще не положено так седьмаками обращаться я все прошло лучше чем я думал пострадала только моя гордость лучше ты шутишь хорошо лучше отчеты смешно блять шутишь я бы умер на месте если бы незамедленный метаболизм но все-таки ты выжил зачем ты вообще это делаешь зачем рискуешь жизнью я надеюсь этот хуй сифилисом не болеет возможности ведьмаков я не могу бросить этого дела потому что связан с дэдлофом кровными узами но ты ты мог бы попросту уехать так почему мой друг зачем так рисковать вызов брошен вызов принят пойдем из-за тебя спешил фу ю битлов втравил тебя в серьезные неприятности я уже видел как ты умираешь с меня одного раза хватит я даже не знаю что сказать спасибо скажи спасибо геральт послушный молодец пора вызывать дэдлофа до самое время пора рубить вампирские ложки с хмутну пойдем хочется уже совсем этим покончить да то что вот эта хуйня там над городом летает вот та зеленая это явно и на ложе нет над селом херня летала серебристого металла но вы знаете ты с хомутна блять а почему я только только два красных доспеха нашел а где маска перчатка где штанишки они все там же лежали или что не то что не то чтобы не то чтобы мне сильно было надо но россию здесь правда прекрасный вид на всю долину ясную погоду можно даже разглядеть очертания дунтын да вокруг красота не видать ни хрена пошли мы здесь при таких обстоятельствах да жаль геральта бросает на глазах смотреть щетиной ты злишься что мы не освободили сиану не попытались уладить дело миром немного хотя может я обманываю сам себя я уцепился за эту мысль хотел верить что есть способ все исправить ну иногда все заходит слишком далеко нужно с этим смириться понеслась чего понеслась рэдис дай знать скрытому что мы на месте пусть вызывает дед лафа скрытый смс не может быть отплоравлен на балансе недостаточно средств а чем дверь не закрыл сейчас птичку убьет он же не любит когда он беспокоит давай тоже приходи сразу двоих а кучу и это пизда еще и этот правильно чем больше в одном месте соберется тем лучше и только дед лаф не удивлен ким он всяким он себя в за мне блин интересно с него плащ залутать можно будет вы не смогли меня найти и потому заставили прийти навстречу зачем сам знаешь меня утомляет гадать что люди имеют виду так что или скажи уже или оставь меня в покое я пришел тебя убить коротко и ясно как это бодрит попробуй ведьмак я тебе один раз уже победил мудила не фу я себе вот это драматичный момент ебать сколько у них мощей а да геральт со своими мутагенами рядом не валялся ща 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 подождите пацаны подожди пацаны держи его рейгиз держи сейчас я блять может красные макосины надеть они подойдут к моим штанам блять о чем нет дожди где эликсиры так этот я уже на пидорасил меч антивампирский чесночком натёр так что у нас отворец катакана заебенчик так что еще рейгиз держись братан держи сейчас я блять чем там вампиров надо бросать какими гранатами хоть бег ускоряется о я щас тоже турбину блять включу сейчас они охуеют как ведьмаки умеют биться лошади не паникует не то если у вас есть энергия мощно так и заработать о нет не то урон нанесен врагам блять о-о-о-о-о ну и и и пространство для манёвра блять не то ёбаный насрал рейгиз держись братан я иду геральт не торопится цыганский фоф он пробил он сейчас апачки опачки блять дайте я въебу ему хоть розанта ёптую мать охуенно подрались ой рейгиз ой еблан оооо ебанькос ну наконец-то старый помер давай решим вопрос между нами ублюдок да чё ты там блять чиркаешь а пожару надо было ее сюда привезти ведьмак и убивал не винов я тебе ничего не должен да сосанта то не интересанта ёпт так а что если я тебе телепортер попробую выключить как думаешь сработает не похоже что работает по моему я пиздюлей получил быстрее ебаться сраться это что за хуйня а это из резин ты вала как-то не убивали мне нужен дробовик пацаны мне нужен дробовик да ночи даже досветится имя твое да блять господи гибани в него молнии блять еще меч сломался ну вот вообще не хватало ёпт твою мать боги походу не на моей стороне блять а блять чё ж делать хуёво всё блять его и цепи не заплатить по нормальному пикачу удар мышами блять заебал тебе на посадку то не пора аэродром даёт добро ооо напиздрячил ему ой 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 ну чё отлетался что же я не птица что же не летаю да ооо меня туда недавно уже целовали блять теперь два засоса будет ооо отлично меня за кадром избивают блять охуенно дарк соус блин такого не одобрил что это за яйцо сатаны твою мать а нам нужен себастьян костела нас тут хуйня какая то боже мой боже мой садь сосраться что за говно чё это с ним думаешь это меня удержит готовься к смерти ведьмак так он не видит что ли или что чё не так с этой гнидой нехорошо вообще хуйня полная а подожди-ка подожди-ка а это что такое у нас лицо какое то блять аааа и ублюдок и дровы еганы я не то бил что надо урочек 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 почек меня не наебешь ну ладно ж не очень-то кушать картофель давай картофель насыпать картошка магдалена делать марина истебанов на блядь рубите яйца господи почему это чпок чпок дедлов я твои яйца бля час разрублю же сиана сиана моя будет я и драки если твой манты мало покажется плагин болтать двою да он вроде молчит так грамотные эликсиры выбрал сейчас мне дадут пиздюлей на всю несмотря на невзирая на всю грамотность для не успевает восстанавливаться моя это приняли еда почти не лечит толком ай фаталити сучка кто герой я герой блядь слоу-моушен ну кто в бладборне людвигом удохал тому собственно детлафа смешно бить просто распидорасил вопрос а вы говорите высший вампир блядь высший вампир хрен его убьешь да вообще нахуй нам это надо давай переговоры бля давай вот тёлку найдем зовите еще таких 10 штук сразу бля всех отхуярю всю толпу дайте эликов только мне еще побольше и нормально а регенерирует собрался ну что ж давай его осиновыми колями прибьем и дождемся рассвета короче я им займусь давай а басы его останки братан я не могу быстрее я не мог ничего сейчас будет ригис помрет смотри он уже опять час отхиляется надо ему башку отгрызть именно было не сблёвывай чувак не сблёвывай да если ты пойдешь этим посрать то сходи где-нибудь подальше то вдруг он как жидкий терминатор обратно соберется дедлов дедлов дерьморожденный дедлов жопорожденный как он из этого можно отдельную игру сделать ну чё там в городе то что-то блин капитальная загрузка какая-то вида час сейчас покажут так покажут чего ну и ну а тебе идет это одежка отстань я выгляжу как шут кафтан пошит по всем правилам портновского искусства из лучших материалов портнов что это оценить слышь портновский крупица вкуса даже совершенное одеяние не скрывает недостатки воспитания мне еще что-то выбирать надо обычно я ношу одежду более подходящую к моим занятиям я ничего не имею против этого костюма просто явно мне уютно себя чувствую не люблю официальные мероприятия да ты выглядишь как редкая ебанько это вопрос привычки попрошу вас не двигаться если позволите так или иначе орден витязь винифера высшая награда тусэнта требует соответствующего обрамления какой какой витязь не следует ожидать что княгиня украсит им панцирь замызганной кровью и грязью при дворе огромное значение придается форме традиция этикет традиция которая ценит видимость превыше всего весь этот великосветский блеск и ложно понимаемая щедрость абсолютно абсолютно за последнее время я достаточно наслушался щедрости прочих добродетель у геральта синдром воображаемой спины мне они тоже не дают покоя последний из добродетелей сочувствие единственный недостающий элемент внезапно поверил в теорию пяти добродетелей не посочувствовали дэдлофу это не вопрос веры суеверии или прочих народных преданий тут дело в чистой логике все она все распланировала заранее если бы мы ее не остановили была бы и пятая жертва чью смерть связали бы с недостатком сочувствия сестра просил посланца который вручал мне приглашение на церемонию все она во дворце в уединении под давлением дворян нигиня заточила ее в башню а башмаки то как ее у бати ебать плюс 50 к скорости а ты не хочешь узнать кто еще ей мешал до начала торжества мы бы успели поговорить с тем сорванцом с чистильщиком это он доставлял дэдлофу письма с фамилиями может мы что-то просмотрели башмаки у меня просто плюс 500 к лесгинке блять ты прав пойдем сейчас мысль неплохая встретимся на месте в этом нет смысла да пойдем делать то не хуй собственно почему нет собственно да если конечно тут уже все закончено долго и концовки не бывает теперь все зависит от того сможете ли вы достойно представить мое произведение на торжествах я сейчас в твое произведение на сру прям блять не снимая ты надоел мне я буду осторожен посмотрел вот и опять загрузка да сколько что загрузок-то в конце ну господи я с боссом блять быстрее расправился чем загрузки всего же посмотрел оа Чё он на мои 500 крон купил себе? Рыло бы тебе кто почистил? В таком случае воспользуюсь приглашением. Один мой друг говорил, что обувь должна быть столь же чиста, как душа. Обувь – зеркало души. Отличный слоган. Блять, на этих ботинках ещё муха не еблась. Чё их чистить? Ты носил письма мужчине в сюртуке? Помнишь такого? Ну, конечно. Я молодой. На память не жалуюсь. Но... Если ты хотел сказать, что эти сведения не бесплатные, ничего не выйдет. Откуда ты эти письма брал? Заткни. Нищие приносили. Слушай, эти нищие, ты о них что-нибудь знаешь? Сколько их было? Ну, четверо. Каждый принёс по письму. Только четверо? Пятого точно не было? Считать-то я умею. Знаешь что-нибудь ещё? Может, у них было что-то общее? Какое у них общее? Они все разные. У кого-то башмаки от разных пар. Кто и вовсе без башмаков. Ты только башмаки, блять, запоминай. А, я знаю, что у них общего. У них у всех нет дома. Малец, я сейчас потеряю терпение. Напряги память. Откуда он, блять, знает, откуда у них были письма? Они их брали откуда-то? Не знаю я. Приходили, отдавали мне письма и уходили. Я ни о чём их не спрашивала. Геральт, позволь мне задать вопрос. Послушай, я с радостью приготовлю для тебя ещё банку полироля. Но ты соберись и ответь как можно точнее. Ты знаешь, где их искать? Ну, в ночлежке, наверное. Где это? Так это каждый знает. Тут недалеко. Вот по этой лестнице, а потом направо. Спасибо. Вот тебе за труды. Нихуя там такой прошёл, бич. Придётся нам поискать эту ночлежку. Это я в своих модных штиблетах сейчас буду по ночлежкам ходить. Съебал здоровый, блять, чайник ходячий. Геральт из Ривии, победитель бестии. Я твой должник. Я воль. Я думал, он сейчас скажет, я твою мамку шатал, блять. Убирайся отсюда с этим своим приютом, ясно? Это порядочный район. Мы тут грязи, вони не желаем. Господа, почему эти нервы? Поговорим спокойно. Нам покоя нет, а всё из-за тебя. Почему я, блять, разбираюсь с какой-то бытовухой в конце игры? А тебе, ты чего? Поговорить хотел. Поговорить не получится. Мы вот тут уж пробовали, только нихера не доходит. Сейчас будем иначе разъяснять. Господа, спокойней. Или ты сам уберёшься отсюда с этими твоими пшивыми нищими. Или мы тебе поможем. Кончилось наше терпение. Не будет тут никакой ночлежки. Пшли в ван. Тут порядочные люди живут. Это ты, что ли, порядочный? Ха-ха, такой вариант. Есть такая буква в этом слове. Порядочные люди? Это вы, значит? А что, есть сомнения? Ха, есть. Я тебе сейчас твой чепчик на жопу натяну. Она, сука, средь бела дня оскорбляет. Отойдём-ка в сторону, добрый человек. Мой друг сам справится с этой жаркой дискуссией. Блядь, а ты помочь не хочешь? Ай, ёпта, мать. Чтоб мне хотелось так, как не хочется? Было дело и чего? Чего там, блядь, такого-то? Не вижу смысла этого оскорбления. Блядь, заебали. Бандиты. Чё, ребята, всё стреляете? Давай сюда! Вот, сука. Навстречечку. Бей его, нахуй. О! Наконец-то я разобрался в рукопашном. Добро. Намёк понял. Валим отсюда. Сердечно благодарю вас за помощь. Я пытался их урезонить, но опасаюсь, что если б не вы, быть бы мне битым. Безмерно вам обязана. Чего они от тебя хотели? Это соседи. Они хотят, чтобы я перенёс ночлежку в другое место. Им не нравится, что я помогаю нищим. Я бы и не возражал её перенести, но мне некуда. А вы ко мне по какому-то делу? Чем я могу вам помочь? Мы сами, блядь, не знаем по какому мы делу. Тут, в чём и тут. Какие сведения? Для чего? Всё уже сделано. Слушай, мы ищем человека, у которого было задание для чистильщика обуви на Рюде-Горле. Для чистильщика? Я его знаю. Славный мальчик. Кто из твоих подопечных недавно с ним встречался? Или собирается встретиться? К сожалению, ничего не могу сказать. Но вы подождите немного. Скоро все начнут подходить за едой. Сами с ними и поговорите. Ёбаный врут. Мы подождём. Спасибо за предложение. Меня там уже ждут на пирушке. Фраера и подружки. А я тут, блин, буду нищих кормить в своём модном сарафане. Дорогие мои! Прежде чем я подам вам суп, два этих господина хотят задать вам вопрос. Прошу вас, сосредоточьтесь и отвечайте осмысленно и коротко. Иначе ваш суп остынет. А вы бы этого не хотели, правда? А лица опухнут и покроются пиздаками. В последнее время доставляли чистильщику запечатанные письма. Вы знаете, что это за дело? Если так, то скажите. Ромен? А что я буду вперёд лезть? Сказано было никому про письма не рассказывать. Но мне-то ты рассказать можешь? У тебя было письмо и ты его отдал, да? Хорошо, Ромен. Благодарю. Кто ещё? Ой, блядь. И у меня тоже было. Я его отдал чистильщику. И у новенького. Но его нет, он не скажет. Новенький. А у меня до сих пор письмо. Я его отдам только через два дня после святого Варнавы. Святого Варнавы? Мне нужно это письмо. Это очень важно. А тебе оно уже ни к чему. Но я его должен отдать собственные руки. Никому не показывать. Так сказала та госпожа. Грозная была. Лучше всего помогать тем, кто справедлив и честен. Эти люди очень помогли не только мне, но и вам всем. Если кто-то вам угрожал, вы не обязаны держать данное слово. Ладно, тогда держи. Самому тащиться не придётся. Там вечно такая грязь. Нашла почтальонов, блядь. письмо называющая пятую жертву. По-любому княгиня же. Зараза. Что? Действительно пятая фамилия? Сам посмотри. Ну и ну. Скажу тебе, даже я такого не ожидал. Ну а кого ещё сестра призывала? Займёшься княгиней. Презирала, то есть. Хуже на то, что мы недооценили Сиану. Судя по всему, Детлов должен был буквально вырвать ей сердце. Но сперва сверни ей шею. Увлекательно. Да. Княгиня была последней целью Детлофа. Сиана это спланировала с самого начала. Определенно. Всё логично, Геральт. Сперва четыре вроде бы случайных трупа. Достаточно, чтобы люди заговорили о бестии Мстители. Сиана отомстила, не привлекая к себе никаких подозрений. А последней должна была стать княгиня. А как жертв выбирала четырёх? Если бы ей удалось не усомнился в том, что она Генриетта пала жертвой собственных проступков. Весь Баклер знал, что княгиня не слишком сострадательна. Этим бы её смерти объяснили. Зачем бы себя не убивать сестру? Из жажды власти? Из зависти? Из врождённой склонности к злу? Да, 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 и ещё раз да. Все три объяснения годятся. И не исключают друг друга. Впрочем, если тебе интересно, можешь сам её спросить. Я бы хотел узнать о её мотивах. Она уже о них говорила. Иногда полезно взглянуть в лицо злу. Ну, прямо-таки уж злу. Она использовала моего друга как машину для убийства, это даёт мне право её осуждать. Но поспрашивать её, несомненно, нужно. Согласно некоторым философам, истину можно узнать лишь эмпирическим путём. Ты говоришь, княгиня держит Сиану под замком. Дворяне настаивали на более суровой калии. Думаю, что Анна Генрета хотела в той же степени защитить свою сестру от самосуда, что и своих подданных от преступницы. В любом случае, она сидит в закрытом крыле дворца и ждёт официального процесса. Мне придётся как-то обойти страну. Блядь, и скажите, что это целый квест, нахуй. Ну, давайте. Ты со мной? Нет. Встретимся на Мэр Лошельс. После всего, что здесь устроил Дэтлф его помощник, чтобы не хотелось показываться во дворце. Кроме того, обществу сестры и досточтимой княгини я предпочитаю простой отвар из Мандрагоры. То есть, проще говоря, ты собрался нажраться в одиночестве, потому что ненавидишься Анну? Не люблю столько категоричных утверждений. Но, признаюсь, в её присутствии я бы за себя не ручался. Она жестоко обошлась с Дэтлфом и стала причиной его смерти. Вам не кажется, что текста вот в конце запредельно много? Вот просто его дохера. Блядь, поговорить с Сианой. Ну, серьёзно. Так, мы почти на месте. Вид, наверное, отсюда был бы зашибись, если бы не ночь. Картина. Так. Вот она в запертой башне сидит. С видом, с лучшим видом во всём королевстве. А где стража? Почему её не охраняют? Очень интересно, блядь. Мне надо будет как-то туда пробраться, говорит, блядь. Да просто идёшь и всё, никто даже не спрашивает. Блядь, тут заперто. А тут стражник сейчас быканёт, наверное. Зигхайль! Мне надо срочно увидеть Сиану. По какому делу? По личному, ёпта, по эротичному. Я должен её допросить. Всплыли новые факты, которые надо уточнить. Похоже, она собиралась совершить переворот. А, ну ладно. Это ж ты тот ведьмак, что дело расследовал. Значит, право имеешь, но только на пару минут. Я постараюсь покороче. Да, я постараюсь, конечно, побыстрее. Но иногда процесс может затянуться. Я про допрос с пристрастием. Если чего. Блядь, ей даже статую поставили. Ведьмак будет говорить заключённый. Можете минутку передохнуть. А то, что устали, наверное. Не слишком бы долгая минутка оказалась. Очень это необычно. Привет, Сиана. Прости за вторжение, но я хотел с тобой поговорить. Мне нечего тебе сказать. Это из-за тебя я здесь сижу. Забыл? Ну, раз уж сидишь, может поговорим? Или у тебя есть дела поважнее? Сидеть ты ещё долго, наверное. Чего ты хочешь? Давай покороче. Здесь уютно, в этой твоей камере. Тебе уже второй раз выпадают приличные условия. Второй раз. как кошка. всегда падаешь на четыре лапы. Я бы так не сказала. Здесь нет уединения, зато чисто, потому что я сама убралась. Я слышал, уборка успокаивает. сама убралась, да. это бессмысленное неблагодарное занятие. А я просто люблю доводить всё до конца. Когда я уезжала из Назаира, тоже всё прибрала, даже застелила кровать. Ай, балдеть. Хотя я прекрасно понимала, что назад не вернусь. Не люблю неоконченных дел, бардака и незавершённых отношений. Очень последовательно. Это вполне достойно похвалы. Меня с детства за это хвалили. Пожалуй, только за это. я был в ночлежке для нищих и нашёл доказательства того, что ты собиралась убить сестру. Анна Генриетта с самого начала была главной целью Детлофа, то есть твоей целью. Браво, ведьмак. Твоя проницательность заслуживает аплодисментов. Только это уж не твоё дело, что я планировала. Ошибаешься. Это моё дело. Тебя наняли, чтобы убить бестию. Бестия мертва. Так что иди возьми свою медаль и оставь меня в покое. Почему ты должен во всё вмешиваться? Ригис всё время повторяет, что в Детлофе было гораздо больше от зверя и меньше от человека, чем в нём самом. Быть может и так. Детлоф руководствовался рефлексами и инстинктами. Тобой же движут подлость, зависть и желание мести. меня наняли, чтобы убить бестию. Твоя правда. Но что-то мне подсказывает, что бестия это ты. И что ты её сейчас убьёшь? понятия не имеешь кто я и что мной движет. Если ты хочешь рассказать, какие у тебя были мотивы, я охотно послушаю. Я знаю, что ты мстишь тем, кто изгнал тебя из дворца. Дело было в проклятии Чёрного Солнца? По крайней мере, так они заявляли. Твердили, что я опасна, что я мутантка. Ты мутантка, а я мутант, ты. Рыцари Криспи, Дюлак, Делакруа и Пейрак Тейран получили задание вывести меня и бросить за границей на Крежество. Они выполняли приказы. Да, вот именно. Это много объясняет. Особенно, когда я попыталась бежать. Криспи избил меня плёткой до потери сознания. А остальные стояли и смотрели. Пейрак никогда не упускал случая сорвать на мне своё дурное настроение. Дюлак и Делакруа унижали меня и насмехались. Тогда я пообещалась им, что я им не прощу и что я всех их найду. Есть интересный вариант концовки, когда герцогини убьют, а эта баба сядет на трон. Было бы неплохо. Это многое объясняет. У тебя были причины испытывать ярость, чувствовать жалость к себе. Но это не оправдывает того, что ты сделала. Я не ожидала, что ты меня поймёшь. Мне не нужно сочувствия. Ни от тебя, ни от кого другого. Я ни о чём не жалею. Если бы я могла повернуть время вспять, я ничего бы не изменила. Они все заслужили кару. Моя сестра тоже. А она-то за что? Довольно. За бездействие. О, вот и хорошо. господин де латур желает тебя видеть. Пойдём прямо сейчас? Блядь. Ему то хули надо? Пойдём. У меня к нему тоже есть дело. заебанцу к этому беспонтовому бесполезному. А у меня к нему какое дело что-то я не понял. Дамьян. Геральт, пришло время. Ты готов к церемонии? О, поеблищу получил. низкая женщина. значит следует усилить охрану и внимательнее следить за Сильвией и Анной во время допроса. Я займусь этим лично. Допросы какого? Хули там допрашивать? Я ценю твоё участие. В таком случае начнём церемонию. Идём со мной. Княгиня ждёт. Наконец-то. Уж я-то сколько этого уже жду. Где моя награда? Что мне дадут кроме корвобьянка? Дали мне этот сарай, блядь, в него вкладывать надо до самой пенсии, блядь. А потом на этой делянке баклажаны выращивать. Чё-то такая походка, как будто у Геральта яйца просто неебических размеров. Прошла бочек, всё производство встанет, а тогда нам придёт конец. У вас сгорели все бочки? Я очень опечалена. Это крайне неприятное известие. Да, ваша светлость. Пожар начался, когда чудовища ворвались на склад, и тут же всё подчистую сгорело. Новых нарубите. Дворцовый стражник будет послан, дабы осмотреть пепелище. Если всё так, как ты говоришь, надлежащая компенсация будет выплачена вам из княжеской казны. Благодарю, ваша светлость. Смотрите, там сзади две вампирши стоят, три. Чё с глазами утёлок-то, бля, киздец? Мои дорогие, теперь перейдём к следующему сатанисту. Посмотрите на их лица. Из всех обязанностей, что были возложены на мои плечи, как на вашего правителя, это мне милее всех. Сейчас мы вручим орден. Орден Витис Винифера. Высшую награду Тусента. Геральт из Риви. Убийца бестии из Баклера. Подойди. Что это, награда воображаемая? Она ничего не взяла. Нашим соизволением так будет отмечен ведьмак, кое по нашему приказу избавил Баклер от ужасной бестии. Пусть этот символ напоминает всем, что ведьмак навсегда останется другом Баклера. Ты ж какую-то шавку хотел. О, нет. Зачем она выпила? Разве это не я должен был прокинуть чарку. Благодарю. Кроме того, еще один запресс. О, опять тёрик. Тёрик. Ты рад? Ой, я бы лучше тебя попробовал. вас уничтожить. Ну ладно. Предупреждён, вооружён. Я очень рад и благодарю вас, ваша светлость. К сожалению, я должен испортить праздничное настроение. Дело в том, что Сиана собиралась убить вас с помощью Дэтлафа княгиня. Это вы должны были стать пятой жертвой бестии. Это неправда. Ты наверняка ошибаешься. У меня есть доказательства. Что, не может поверить, что её сестрёнка такое говно? Пиздец, какая ты тупая, блядь, какая ты тупая, господи, какая ты тупая, блядь, я говорил, что ты тупая? Блядь, говорил, ещё раз, ты тупая, блядь, ты тупая, тупая, блядь, тупая, сухая. Конечно, надо с ней поговорить. Конечно, надо с ней поговорить, блядь, конечно. Разговоры это, блядь, моя любимая кня. я не знаю смогу ли я судить ее справедливо я считаю что чикатило надо было тоже поговорить мало лежит более того я бы посоветовал быть с ней предельно осторожный до перегиба и палку ведьмак это моя сестра да я знаю как с ней жаль что мозги между вами господь разделил не поровну будь поможет я разумеется останусь давай повесим повесим сейчас состоится допрос особый причастной к убийствам имевшим место в баклере отлично дамья неси веревку прошу введите сильвию на кол посадим как кейру минс посадил этот король то блин такой кол и в жопу всадили что аж изо рта вылез чё не на перстнях написано а я знаю что у нее написано левой и правой она же тупая блять зачем она одну руку за спиной термин держит интересно ведьмак тоже будет участвовать нихуя себе герой местной республики ты чё я свободный человек могу делать что хочу в отличие от тебя сука и повинна в страшных преступлениях однако ты моя сестра и мое сердце не позволяет судить тебя как обычную преступницу дайте царских плетей что ты хотела меня убить должно быть на тебя влияло это чудовище дэдлов ты бы никогда не пара так низко потому я попросила геральта быть моим советником он лицо не заинтересованы говори ведьмак советуйте убиться нахуй об стену ты тупая благо страны ну блять демократия наверно хуй на ваша светлость как глава государства вы должны прежде всего заботиться о благе страны независимо от того чем руководствовала сиана она опасна для ваших подданных тупая но ничего такая блин мои подданные для меня важнее всего надо и в дуть об этом забывать сиана тебя ждет суд и справедливая кара но я навсегда останусь тебе сестрой как княгиня я должна буду тебя осудить но как сестра не перестану любить тебя нет 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 блять нет господи она тупая тупая же ты тупая дура нет сейчас что-то бахнет не может быть такого никогда тебя не прощу на нахуй вот так вот вот заебись ну что ж когда там выборы мне можно баллотироваться я герой мне медальку есть у меня мозгов то уж побольше чем у этой тупой овцы блять какая она тупая ёбаный в рот какая она тупая блять ей надо сидеть в российской государственной думе там часто такие тупые блять сидят хэппи энд сука вроде дэдлофа убили все нормально блять сестра сестра моя сестра блять любить я буду бабы тупые блять какие они тупые надо было за черную вписываться черненькая походу с мозгами блять а это главное такой план придумать не то что это белобрысая тупизна блять который как она этим королевством правило удивительно что тут до сих пор вообще хоть живет хоть кто-то что для войны о мы уже флаги черные выбрали отлично а трауржа да я пришел купить цветы венок или нету ничего все продано я уже собралась уходить что мне тут торчать понапрасну а и всем жалко не удивляйте суды все на похороны пошло каждый хотел на могилу княги не букет отнести анимоны пионы гладиолусы я предлагаю больше всего любила обычные розы уж я знаю потому ее фрейлины сюда приходили я самые лучшие цветы для нее выбирала куча с большими бутонами чтобы дольше стояли я положу и на могилу мозг утопца до сих пор не могу поверить погибнуть от руки собственной сестры как же это так случилось в знак того что у утопца мозгов было больше чем у твоей княги не твоя книги не было пиздец какая тупая ого анна генри это очень хотела верить что еще есть надежда что си она раскается поэтому протянула и руку было слишком рано и слишком доверчиво я вас узнаю вы же тот ведьмак с севера что нас от бестии спасли да какие будут предложения по этому поводу о прямо здесь погодите прошу вас это вам а все-таки цветы были я отложила один букет сама хотела отнести но вы возьмите я знаю вы и были не чужим человеком черт это она за цветами нагнулась футы блять нисколько оставьте деньги поднимите сегодня вечером бокал за ее душу может вечером вместе бокальчик подымем у меня там 12 бочек этого барматухи королевской как-то мы называли блять бахнем ну да и еще и памятник поставили вытесыли памятник за две недели хираси с протянутой рукой знак того что на руку помощи руку сестре протянула или что что это значит нет повести печальнее на свете чем о тупой княгине и тусэнте чё это у вас тут все погасло о когда я подхожу все гаснет ничего себе не знал что у меня есть такая магия зажжем в память о княгине а может надо все зажечь может это какая-то пасхалочка чё это было может княгиня вернется к нам вампирши угадайте кому похуй на траур очень трудно приармениться к этой хуете но это же эта цветочница не мерзни моя дорогая да я блять такие угли пропадают тащите шашлыки ёма это тебя единственное что тебя волнует какой стильное платье мадам я старый ведьмак и не знаю слов любви хуяк она рюмочку то спрятала тебе и твоей семье малой ты с разбега то об мою жопу не убейся да где тут кладбище это то самое кладбище на котором я уложил тишину наводил а щас я песенку спою раз два раз два три пять шесть семь восемь охуенная песня вот придурок они сестер похоронили вместе уж не в той ли усыпальнице где духи вы просыпаются ведьмак я был уверен что ты уехал я бы не смог анна генри это было приезду она была красивая добрая лучшая владычица какую только можно представить она она сказала что лучше бы собаку наняла чем меня хочу заметить блять не вини себя конечно вини хуё выстил охранитель просто редкостный шалтай болтай бля не время показывать слабость ты командующий и гвардии ты должен подавать пример другим и с достоинством нести караул у ее могилы анна генри это хотела бы именно это я думаю он по своей судьбе грустера у могилы теперь топтали время для слез будет позже сейчас важнее всего княжества я пришел попрощаться с княгиней отдать ей последний долг белые розы ее любимые входи она в королевской усыпальнице несмотря на мое сопротивление в одной зале с убийцей вот что кто так решил ригинский совет выжившие из ума старцы у них вместо сердца статуты и кодексы статуты решили раз жилых сильвианны текла королевская кровь и сестра княгини формально не была лишена наследства она должна быть похоронена вместе с анариеттой у них чё тут в 1 весь город одна усыпальница просто тут какой-то какие-то бомжи были усыплены которые один в гвинт играл вторая блять лебедя молилась до охуения и теперь тут же и королевской усыпальнице оказывается в том же месте в той же крипте жесть так сейчас на обе могилы на ну генриету вот это анри генриеты да она 2 наверно нас рано покажите что там во второй ладно давайте мы на обе одна была умная вторая была книги да вот смотрите у той цветы а у этой нихуя нет ну что ж ты пошла до последнего нет не навалили кучу страну и зачем же тебе было все это покойся с миром мне жаль что все так закончилось что я этому не помешал надеюсь ты простишь меня спи спокойно аминь полный аминь стильный скляп очень уединенно я бы не отказался от такого места вечного в такие минуты я не понимаю ты издеваешься или правда это могу тебя тут уже уложить правда я считаю что это спокойное место полной нежной красоты действительно достойно княги а тебя-то кто пустил ваша печаль по поводу явлений процессов которые вам предопределены не перестанет меня удивлять а ты вампиром родился что ли не понял пойдем друг а ну да шел забрать тебя отсюда они же другого мира на отдохнуть от безумства последних дней и вампирство через укус не передается что самое крутое а как они тогда низших вампиров создают она смотрите всех детей в приюте перекусала и они не стали вампирами откуда тогда берутся бруксы всякие хер поймешь я не сумел помешать всем этим смертям и довольно погано себя из-за этого чувствую все думаю мог ли я что-то сделать ни хера там звезд блять сэнти сейчас без власти а говоря точнее полный хаос хаос и отчаяние княгиня умела завоевать симпатии людей весь баклер плачет по ней массовая экзальтация что аж подданные явно переняли некоторые черты своей владычицы откуда этот сарказм я думал княгиня была тебе симпатична да и мне ее действительно жаль мне тоже тогда давай вы что ни говори о сиане характер у нее был не сгибая она могла бы быть баклерским сталином хотя лучше бы иметь более философскую натуру чтобы время от времени ее посещали мысли о правильности собственных поступков правда как тебе самогон не слишком крепкий нахуй мы пьем самогон если у меня 12 бочек заслуга местной мандрагоры официнару клубни растущие вулканической почве имеют выдающиеся вкусовые качества и обладает уникальной темно-коричневой окраской захватывающе но самогон у тебя вышел удачный это точно абсолютно я бы с удовольствием набрал этих корешков про запас не хочешь ко мне присоединиться тебе вдруг приспичило собирать урожай темно же натуре чада с веслом тебя башки даже если бы я мог великодушно предположить будто у тебя вылетело из головы что я вампир и мне не нужен свет никогда не поверю вот то ты забыл что и тебе темнота ничем не мешает так что пошли да ничем не мешает кроме как блять заебала кошку пить постоянно релся давай сходим но это забываешь одну вещь свежий корень мандрагоры очень токсичен даже для ведьмака ничего подобного я никогда не забываю о мерах предосторожности прошу вот тебе рукавицы и маска на денег тебе ничто не будет угрожать блять спасибо эта игра вообще когда не кончится пойдем ёбаный насрал мандрагора какая-то блять чего нахуй зачем это все где мандрагора перчатки новолуния говнолуния вот в такой маске я бы игру проходил страивает меня мечтательный лад и о чем же ты думаешь о сиськах суккуба я например думаю что все может выглядеть интересно это миссия для того чтобы не слишком грустно было что ли в конце даже старая туша трупоеда тебе дорогой друг деликатности не на грош ухты ёпта кого-то закопать забыли что бывает здесь лежит оля мать пелгмунда что умер так рано оливи да защите нас от мук демоверсии здесь лежит оля мать плегмунда за то что назвала плегмунда плегмундом нас был писать демоверсия роберта юстиана мальонские меры не знали и поумирали автосанте те еще шутники а у анагенри это наверное написано протянула руку сестре а потом протянула ноги мартина липинская инженеры любительница мопсов решала самые сложные технические проблемы княжества связи с самой истинной балерины это мопсы какие-то волкадавы тут ли вылеплены так где еще яков дешему а родился восемь шестом году не пил не курил и все равно умер туда и дорога пусть ему на том свете пророк лебеда засветить хорошенько охуеть туда и дорога северин эрвавиль плотник дайте мне рубанок я сделаю стол как на картинке так подожди а где еще а вот куда вампир ты сделался нелегко будет его выследить конце концов он что за что за х рень скажите еще что его убили зараза куда-то подевался я делал то что должно я не верю регист покажи мне вот шлюхи ссаны не нутелок находить риги сумеет кодекс чести вампиров прост даже тривиален или ты с ними до конца в любой ситуации вне зависимости от обстоятельств и тебе не простят не простят но на мое счастье также обязателен и другой принцип столь же тривиальный как и первый его хорошо передает поговорка с глаз долой и сердце нихуя не понял что-то имел ввиду я уезжаю из коса скорее всего надолго да поехали отсюда не что тут делать вернемся ко мне чудовищно хочется еще немного выпить ну хоть и не помер чё телок с собой возьмем не чем чё мясу пропадать невероятный букет мягкое раскрытие и неожиданное послевкусие я не силен в дегустациях но так самое время начать обучение конце концов винодельня корва бьянка твоя между прочим я оставил в твоем новом доме небольшой подарок на столике у кровати спасибо может скажешь что это нет я хочу чтоб ты пошел туда пешком и посмотрел может оказаться полезно если вдруг понадобятся мутагены кстати и ты не думал что будешь делать скорого бьянка повесишь мечи на гвоздь и посвятишь себя заботам о виноградниках да нахуй я и сам не знаю может когда-нибудь меня и соблазнит жизнь почтенного винодела а может быть я предпочту путь ведьмака чтобы лежать по ночам на траве и смотреть на звезды на и драть колдунью поэзии и тут же разумеется на ум пришел люди помнишь как мы сидели когда-то совсем недалеко отсюда спрятавшись в пещере и вокруг бушевалом как я могу забыть мы отправились спасать цири из лап вильгефорца как раз встреча с вильгефорцем я вспоминаю с наименьшим удовольствием но тогдашнее пребывание в баклере было более спокойным чем это тогда нам казалось что это сказочные земли а а проблема здесь может быть одна недостаточно вместительный винный погреб видимость видимость а она по обычаю мамунов и доплеров обманчиво что собственно стало с вильгефорцем я убил его но признаюсь это было нелегко не хочется мне никуда идти посидим здесь еще немного дружище на вот и конец посидим мой друг мы были свидетелями и не однажды виновниками судьбоносных событий теперь же после стольких трудов нам полагается отдых до едри стыканем концовки они умеют затягивать полагается у второй концовки интересно тоже финал на кладбище здесь мандрагору искать все дела ну вторую концовку мы уже заценил следующий раз так что можете пока что нибудь нажать и что-нибудь написать об этом финале вот так вот